Смартфон Blackview A5. Фирма Blackview китайская и она выпускает довольно много различных моделей. У них есть модели даже очень навороченные, стоимостью более 10 тысяч. У них есть, можно сказать, бестселлер Blackview A7. Это 5-дюймовый смартфон. Ну, конечно, там параметры не топовые, но при этом он стоит всего лишь чуть дороже, чем 3 тысячи. Но все, в основном, смартфоны у них идут 5-дюймовые. У нас же сейчас на обзоре модель A5, которая имеет небольшую диагональ, всего лишь 4,5. И вот этим как раз этот смартфон и подкупает потребителей. Цена его в районе 3 тысяч. Выпускается он с 2016 года и до сих пор он выпускается. Ну и пока на его смену компания ничего, как я понимаю, не выдала на рынок. Хотя, может быть, там, не знаю, в конце года что-то и придет на замену этой модели. Потому что эта модель была и остается очень популярной. Поставляется в небольшой такой вот коробочке. В комплекте у нас идет силиконовый чехол. Цвет чехла зависит от цвета корпуса. Корпус у нас бывает белого цвета, черного цвета и вот такого синего. Задняя у нас поверхность это никакая не краска, никакое не напыление. Это просто квадратики, которые, так скажем, отливка идет под разным углом. То есть один квадратик под одним углом, как бы для нас наклонен, другой под другим углом. И получается вот игра вот этих квадратиков. Кажется, что это какая-то краска нанесена. Но на самом деле это все просто такой визуальный эффект. Внутри у нас идет провод, наушники, которые были уже потеряны. И идет адаптер на 700 мА. С правой стороны у нас сверху идет громкость плюс-минус. Чуть ниже у нас идет кнопка включения блокировки. Кнопки расположены довольно глубоко. И если вот берете первый раз, то вам сложно на ощупь их нащупать. Потом, конечно, вы привыкаете. И даже есть какое-то такое интересное чувство, что они не сильно выпирают. Вроде бы и не мешаются, и зацеплять в кармане не будут. Снизу у нас микрофон. С левой стороны ничего нет. Сверху у нас микро-USB. И разъем для наушников. С обратной стороны снизу у нас динамик. Динамик довольно громкий. Сверху камера и вспышка. Вспышку можно использовать как фонарик. Спереди у нас есть тоже камера. И, ну, она простенькая, конечно, нельзя чего-то требовать сверхординарного от него. Но она есть. Теперь давайте посмотрим по параметрам. Модель A5. У нас есть Android здесь 6. Обновлений никаких не было. До 7-го, тем более до 8-го. Компания не будет поддерживать. То есть, вот есть 6-ой Android. Пользуйтесь. Экран у нас IPS. 4,5 дюйма. 960 на 540. 4 ядра у нас. 1 гигабайт оперативной памяти. 8 встроены. Есть GPS. Передняя камера 2 мегапикселя. Камеры задние 5 мегапикселей. Камеры посредственные, но они есть, и это хорошо. Сама матрица хорошая. Под углами она, вообще, можно сказать, не искажает ни цвета, ни темнит, ни желтит. В принципе, она довольно хорошего качества. Ну, камера. Камера, то, что камера здесь есть, это уже хорошо. И, в принципе, на свету можно добиться довольно нормальных, таких, выше среднего снимков. Видео снимает тоже довольно неплохо для такой, скажем, дешевой модели. Но не хватает кадров. То есть, если вы будете снимать там какую-нибудь травку или сок, и будете плавно водить смартфоном, то у вас все получится. Если вы будете снимать какой-то автомобиль или велосипедиста, или просто будете дергать из стороны в сторону смартфон, то у вас будет все размазано. И еще и частоты кадров у вас не будет хватать. По обновлениям. Как я уже сказал, что обновлений никаких не было и нет. Хотя вот модель А7, которая более старшая, она, вот я пользовался ей, и получается, у меня пришло два обновления. То есть, компания, так скажем, третьего эшелона китайского, но при этом она следит за обновлением своих аппаратов. Но вот этот именно был обделен. Обновлений у него нет. Дальше. По Bluetooth. Bluetooth работает хорошо. Я попробовал с Mi Band 2. Никаких проблем нет. Все прекрасно. Связь держит. Расстояние там больше 10 метров. То есть, тут никаких нареканий нет. 3G ловит тоже довольно хорошо. И GSM. То есть, никаких, опять же, нареканий нет. Все это нормально. Wi-Fi тоже прекрасно ловит. Вот сейчас у нас получается полностью шкала заполнена. Я нахожусь за три стены от роутера. Как вы видите, яркость у нас такая примитивненькая. То есть, у нас нет автояркости. По звуку. Громкости, на мой взгляд, хватает. Потому что есть смартфоны, даже более именитых компаний, у которых звук гораздо хуже и гораздо тише. По батарее. Как я уже сказал, что батарея у нас у дешевых аппаратов, понятно, что не может какими-то там хвастаться параметрами. Здесь у нас заявлено 2000 мАч, но на практике 1750. Я проверял несколько раз. И вот у меня показал такой объем аккумулятора. Китайцы все-таки любят немножко приврать. По GPS. GPS ловит хорошо. На улице я попробовал подключиться. Он нашел за несколько секунд 4 спутника. И навигация заработала. Я установил здесь Navitel. И навител прекрасно здесь работал. Никаких нареканий не было. Ну, больше, наверное, и говорить про этот смартфон не о чем. Потому что вроде бы все основное я уже рассказал. Вот это меня и других этот смартфон привлекает тем, что, опять же, ну помимо самой стоимости, он небольшой. Потому что все смартфоны свыше 5 дюймов. Хоть у меня основной смартфон 5 дюймов. Меня он устраивает. Но, опять же, очень много людей, которые именно ищут смартфон с небольшой диагонали. Вот этот смартфон конкретно был куплен для пенсионера. Потому что, когда выбирали ему смартфон, он держал в руке и 5 дюймовые, и 5,5, и 4 дюйма держал в руке айфон. То есть, 4 дюймовый ему показался уж чересчур маленький. 5 дюймовый ему уже показался чересчур большой. А вот 4,5, когда он взял вот этот смартфон в руки, он ему очень понравился. Ну, расцветка, конечно, такая не особо мужская. Но почему-то вот в 2018 году такие смартфоны, в основном у китайцев, остались либо белые, либо вот такие вот сине-голубенькие. Черных уже нет. Ну, человек пользуется, его это абсолютно не напрягает. Самое главное, что диагональ небольшая. И у него стоимость тоже довольно хорошая. приятная, так можно выразиться. По запчастям. Как я уже сказал, смартфон выпускается с 2016 года. И уже, как я понимаю, распродают остатки. То есть, скоро эту модель уже снимут с производства. Может быть, заменят какой-то другой аналогичной моделью. Но на китайских сайтах можно приобрести для него большинство основных запчастей. То есть, ну, понятно, чехлы продаются очень много. И силиконовые продаются, и книжками. Это не проблема. От 100 рублей до 500 рублей. Сенсор продается. Стоимость где-то в районе 250-300 рублей. Экран 600-700 рублей. Аккумулятор 500 рублей. Задняя крышка белая, черная, синяя. Продается по 350 рублей. Даже можно приобрести на Алиэкспресс для них материнскую плату. То есть, если там, допустим, утопили свой смартфон или еще что-то случилось, то на Алиэкспресс есть продавцы, которые продают не новые запчасти, а бывшие в употреблении. То есть, с разборов. И вот я посмотрел, что данную материнскую плату можно приобрести за, сколько там, где-то 1700 стоила она. Вот, в принципе, это тоже нормально. Если у вас есть такой смартфон, и он вам нравился, нет смысла покупать новый. Если можно, приобрести для него материнскую плату и восстановить. По встроенной памяти. Получается, я уже сказал, что у него 1 гигабайт встроенной памяти, 8 гигабайт для программ. И, в принципе, ну, понятно, что это мало, чем больше, тем лучше. Но, в принципе, хватает. Потому что до сих пор есть некоторые смартфоны, которые продаются в местных магазинах. Они имеют на борту 2 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта встроенной памяти. Поэтому то, что здесь 8 у нас под программы, это, в принципе, нормально. Тем более, можно расширить, установив сюда карту памяти. Я сюда ставил на 64 гигабайта, и 64 гигабайта смартфон увидел, и все прекрасно работало. То есть, тут никаких нареканий нет. Еще забыл сказать про микрофон и про разговорный динамик. Ну, вот я попользовался несколько дней этим смартфоном. Что могу сказать? Микрофон, в принципе, работает хорошо, собеседник меня слышит хорошо. А вот динамик, по которому слышу я собеседника, не то, чтобы он был тихий, не то, чтобы он был какого-то плохого качества, но такое вот ощущение, может быть, конкретно в этом аппарате, потому что все-таки динамики разные стоят, может, здесь он бракованный какой-то, такое ощущение, что собеседник говорит прямо в микрофон. Причем это не только с одним собеседником, мне показалось, а с несколькими, такое ощущение, что человек очень близко говорит в микрофон. И вот как-то бывает, иногда некоторые слова сливаются, то есть, их плохо слышно. Но, опять же говорю, я не буду говорить, что смартфон виноват. Может быть, у конкретной модели есть такая особенность у динамика. Ну, все, давайте посмотрим, что внутри. Крышка у нас такая довольно плотная, сломать ее, я думаю, будет сложно. Вот у нас аккумулятор, который написано, что на 2000 мАч на самом деле чуть поменьше. Ну, внутри тоже все стандартно у нас. Разъем под карту памяти и два слота под сим-карты. Антенны у него расположены, ну, сейчас это в большинстве смартфонов, то есть, не металлические какие-то, а идут пленочные. То есть, вот здесь у нас идет антенна. И вот здесь у нас идет сверху антенна, которая отвечает за GPS. И здесь вот есть еще антенна, которая, видимо, отвечает за Wi-Fi. Сейчас посмотрим. Да, вот эта антенна у нас за Wi-Fi отвечает. Тоже в этом ничего страшного нет. Просто, если вы будете разбирать, вам нужно будет поаккуратнее с ними обращаться. Потому что, если вы их порвете, то их, наверное, уже не найдете в виде запчастей. Ну, а так, в принципе, телефон собран хорошо. Потому что, как я уже сказал, что фирма Blackview не один год на рынке выпускает довольно большую линейку смартфонов. Понятно, что они все дешевые, МТКшные. Но при этом они довольно интересные. Они подкупают ценой, дизайном и функционалом. У меня все.